Обычно на схеме, ну иногда на схемах в журналах обозначает началость, где мы делаем начало. Если кружочки прозрачные, ну я делаю черные кружки, чтобы лучше, четче видно было. Обычно в журналах здесь просто такие вот прозрачные. А я в данном случае просто другим цветом отделяю серым. Значит мы начинаем отсюда и потом пошли вот сюда. Вяжем 2, 4, 6, 8, 9 воздушных петель. Получается одна воздушная петля, это как петля подъема. Дальше провязываем 8 столбиков без накида. Мы должны вязать узелок и глухую петлю в первую петлю. Вот эту воздушную первую петлю. Узелок мы вяжем как 3 воздушные петли. Делаем накид, вводим крючок, 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. И провязали все нити на крючке. Дальше делаем воздушную петлю и глухую петлю вот в этот столбик, из которого мы вязали наш узелок. Делаем глухую петлю. Вот этот первый столбик. Вот там где ниточка торчит. Следующую воздушную петлю мы пропускаем. И опять повторяем вязать узелок, глухая петля, пропустить столбик. То есть вот по кругу вяжем со мной. Узелок. Воздушная, глухая, да. Ну как бы сформировали узелок. Дальше пропускаем и провязываем глухая петля. Дальше опять делаем узелок. То есть получается один узелок вот у нас как бы такой вот прямо над столбиками. Три вот тут. Дальше один будет тоже как бы над столбиками. То есть буквально перед первым столбиком вы провязываете глухую петлю. Я постаралась максимально даже показать, откуда мы глухую петлю эту провязываем. Пропускаем петлю и глухая петля. То есть не сразу в следующий, а пропускаем там через один. Иначе не получится. То есть вот у вас должно получиться по бокам два и вот тут три. Считаем раз, два, три. Мы с вами довязали вот тут. Вот видите. Мы все время вяжем по кругу. Пока все по кругу. И вот следующее уже смотрите. Следующий ряд. Это у нас будет третий ряд. Нам нужно связать глухую петлю за вот этим узелком. И начинаем вот обвязывать, формировать сам листик. Так как у нас лицевая сторона будет там, где вот изнаночные, потому что эти пупырышки, они видите, хорошо смотрятся на изнаночной стороне. А мы сейчас вяжем вот здесь. То мы будем как бы вязать, мы будем вязать по изнаночной стороне. Значит, вот здесь, прямо за узелком, мы провязываем глухую петлю. Вот так. И дальше вяжем три воздушные и столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом у нас будет провязан вот перед первой шишечкой. То есть, там, где глухая петля, перед первым узелком. Столбик с одним накидом. Дальше. Две воздушные петли. И дальше, видите, мы будем вязать три столбика с двумя накидами. И каждый раз будем вязать там, где глухие петли, то есть за узелками. Две воздушные петли. Столбик с двумя накидами в глухую петлю. Оно у вас как бы будет казаться, что немножко стягивать, но ничего страшного. Я вот связала, видите, у меня ничего не стягивает, потому что мы все равно потом будем обвязывать. Поэтому, не переживайте. Вкалываем крючок там, где у нас глухие петли. Так, вот я уже связала три столбика. Дальше. Вот я связала три. Две воздушные столбик с одним накидом. Две воздушные столбик с одним накидом. Смотрите, мы вяжем вот именно вот сюда, за последним цветком. Потом шесть воздушных петель. За узелком с одним накидом столбик. Две воздушные. С двумя накидами. Раз. Две воздушные петли. С двумя накидами. Два. С двумя накидами. Три. И тут же с одним накидом. Да, но кажется, что как бы немножко тянет. У ничего страшного. Потому что нам нужно, чтобы немножко эти серединочки у нас торчали. А потом за счет обвязки у нас все расправится. То есть не бойтесь. Я делала больше, честно. Я вязала, делала вот здесь вот больше воздушных петель. Три. И у меня тогда слишком волнило. Поэтому этот вариант больше. Больше. Хотите сами, пробуйте потом. Может быть у вас какой-то лучший будет вариант. И глухая петля вот сюда. Глухую петлю перед тем, как мы вязали три петли подъема. Надо было маркер повесить. То есть, чтобы у вас глухая петля именно была по серединке листика. Чтобы он не был кривым. Тоже нам нужно, чтобы по лицевой стороне столбики выглядели как с изнаночной стороны. Поэтому я опять ничего не поворачиваю. Давайте сейчас начало ряда отметим маркером. С маркерами все-таки легче все находить. Провязываем. Четыре столбика под арочку из воздушных петель. Мы это повторяем пять раз. Потом в этом месте, на вершине, мы вяжем восемь столбиков под арку из шести воздушных петель. И опять по четыре столбика. Столбик и добавим маркер. Так, довязали мы. И обязательно в конце делаем глухую петлю в первый столбик. Вот там, где у нас маркер, мы вот сюда провязали глухую петлю. Какой красивый. Значит, следующий вяжем. Столбик без накида, добавляем маркер. Так, значит, мы вяжем три столбика без накида. Один столбик. На схеме этого нет. Пусть схема пока просто висит. Второй. Третий. Есть. Три столбика без накида. Три полустолбика с накидом. Раз. Два. Три. Восемнадцать столбиков с накидом. То есть, ничего не пропуская, ничего не добавляя. Просто ровненько вяжем. Восемнадцать. Потом я делаю пико закрытое. И дальше в зеркальном отражении. Восемнадцать столбиков с одним накидом. Так, восемнадцать. Есть. Дальше. Три полустолбика с накидом. Значит, совершаем наш листочек-цветочек. Листочек. И три столбика без накида. Глухая петля. Вот там, где у нас висит маркер. Вот он наш помощничек. То есть, даже чтобы нам вместе вязать, и у вас не было ошибок, не спеша, делайте так, как я. Ага, и мы опять ничего не переворачиваем. Да. То есть, мы все время вяжем по изнаночной стороне. И единственное, только в конце нам нужно рачий шаг будет. Отвязать по лицевой. И давайте попробуем захватывать не так, как мы обычно. Кто хочет, попробуйте вариант. А крючок вводится вот так. Слева направо, сверху вниз. И вытягиваем. И мы делаем обвязку в такой последовательности. Если вы хотите, значит, вяжите со мной. Столбик, столбик, прибавка. Понятно, да? Значит, мы вяжем один столбик. Над следующим столбиком вяжем еще один столбик. Над следующим делаем прибавку. То есть, мы провязываем два столбика. Чем хорош этот способ? Вот я как-то не вытягиваю петлю. Вот это у меня верхняя не вытягивается. А с этой стороны достаточно оно получается так плотненько, гладенько. Хотите, пробуйте. Я, конечно, буду тоже очень медленно вязать. Раз, раз, прибавить. Раз. Просто под воздушные петли провязать три столбика. Мне кажется, так даже будет аккуратнее, лучше. Три или четыре, тут уже роли не играют. И вяжите себе дальше, да? Чем-то непонятно, что тут. Разворачиваем на лицевую сторону и вяжем ворочий шаг. Над первым мы не провязываем и вкалываем крючок чуть дальше. А дальше, в принципе, можно уже ничего не пропускать. И вот здесь вот бы желательно, смотрите, чтобы это не было волны. Один пропустила, вот смотрите, да? Последний. И потом хорошенечко вот так. Можно даже не вязать последний, а взять и заправить. Тут притянуть. Смотрите, чтобы лишнее не было. Вот прямо самое начало, вот сюда. Вот, чтобы его как бы как сердечком сделать. Видите, чтобы он был более контрастный. То есть я последнюю не вяжу, но вот так притянула. И можно закрепить, чтобы оно не развязывалось. Все, и нитку оставляем, эту не обрезаем. Эту можно заправить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok